ревнуйте чтобы пророчествовать ревнуйте чтобы пророчествовать первое писание бытие 1 глава 2 стих что тут написано земля же была безвидна и пуста тьма над бездною дух божий носился над водою если ты будешь внимательно читать библию ты и я ну тут можно конечно поспорить мужчины особенно созданные земли из земли а мы уже из ребра более качественный продукт кость как-никак я балдею мы все с вами из земли из земли взяты в землю уйдем прах мы с вами все взятые земли земля это такое такая субстанция которая способна рождать внутри себя что-то или быть мертвой она производит что-то внутри и это необъяснимые процессы да такие вообще чудеса в принципе нам природа такие чудеса показывает для нас это естественно а вообще если вот поизучать посмотреть то это же чудо реально и то есть земля была безвидна и пусть пуста и тьма над бездною и дух божий носился над водой то есть человек создан из земли и на семьдесят пять что ли процентов состоит из воды или на 8 сколько кто знает 80 процентов но очень много на большая часть на 80 процентов из воды и дух божий носился над водой и что такое рожденный свыше человек это бытие 1 глава 2 стих ты я мы на земля то вода над которой сегодня носится дух божий дух божий и сегодня ты пришел сюда иногда человек говорит я прихожу в церковь и я вот уже ну как бы тяжело мне да может быть я уже не воспринимаю многие вещи но я скажу что даже ты просто пришел и по погрузил себя в эту атмосферу ты уже не уйдешь отсюда прежним и поэтому не безобидно сегодня себя как бы позволять себе быть в той атмосфере которая будет разрушать тебя даже если ты не будешь этого принимать неосознанно это будет с тобой происходить я вам приведу пример я однажды была просто шокирована вот на жизненном примере ко мне на консультацию пришла женщина и при но затем как первую оценку ты даешь до человеку мышца человека воспринимаем как такой рентген сразу да и я подумала ей как минимум лет 65 только ближе к уже к старости и видно женщина живет в ужасных условиях и ей оказывается было 40 лет не зубов лицо такое все вы знаете вот но это вот необъяснимо такое ощущение как будто вот она откуда из как будто из люка вылезла и пришла нормальная женщина разговариваешь неадекватный нормальный человек она живет со своим отцом и братом которые всю жизнь пьют и представьте всю свою сознательную жизнь она живет с мечтой однажды уехать в какую-то квартиру что однажды вот их дом снесут за такие дома которые сносят по 60 лет это не 60 лет живут и ждут и вот представьте она не пьет но из-за того что она живет в этой атмосфере она вот так выглядит представьте какой ужас почему потому что мы земля и вода кто сегодня носится над тобою в какой атмосфере ты живешь это не безобидно не безобидно это все равно на тебя влияет и давай дальше включим второе местописание это бытие и сказал бог да будет свет и стал свет если идти намного дальше я вам несколько сразу мест приведу если идти намного дальше то мы созданы для того чтобы пророчествовать что-то говорить и язык это серьезный серьезный инструмент в твоем и моем теле и кому будет подчинен этот этот инструмент или духу божьему или кому-то другому и знаете я по себе расскажу я в церкви я давно это знаю я это понимаю но знаете я еще раз убеждаюсь что павел был прав напоминанием возбуждаю вас здравый смысл знаешь ты можешь знать об этом и ты знаешь что язык он творит как плохие вещи так и хорошие но ты можешь об этом знать а однажды ты можешь это познать однажды ты можешь это на уровне откровения принять и действительно изменить свою окружающую действительность поймите мы с вами строим свою судьбу отчасти от нас много зависит много зависит и дьявол хочет убедить нас что от нас ничего не зависит он хочет убедить нас что не надо все зависит только лишь от бога и очень многие люди они ходят по жизни и они ждут когда же бог их благословит когда же бог однажды проговорит через какого-то брата или сестру в их жизнь и они ждут и не дожидаются и и разочаровываются в ком в боге а если вы будете внимательно читать евангелие и евангелие вот если ты вот просто сегодня придешь домой и начнешь по-другому читать евангелие ты увидишь что делал иисус он пришел на эту землю и он не ждал что о нем будет получать откровение в начале что он делал он заявлял о себе он говорил он говорил и первое в чем его обвиняли вы помните что ты о себе говоришь свидетельство твое неверно если ты сам о себе говоришь а иисус ему что отвечает он говорит слушайте я говорю о себе и бог подтверждает с неба и нам надо понять дорогие мои что жизнь и смерть во власти твоего и моего языка твоя и моя жизнь сегодня духовная физическая жизнематериальная любая сфера жизни сегодня во власти твоего и моего языка есть такое понятие как родовые проклятия есть такое понятие как налагаемые проклятия да но самые сильные проклятия это самоналагаемые проклятия когда ты сам себя каждый день проклинаешь если просто взять диктофончик повешать рядом с тобой на день и дать тебе прослушать сколько раз ты себя проклила сколько раз благословил ты ужаснешься у тебя волосы дыбом встанут вот вот просто эксперимент надо сделать однажды над кем-нибудь вот сколько раз ты благословил своих детей в кавычках сколько раз ты доброго сказал в адрес своего мужа своей жены сколько доброго ты сказал в свой адрес такое иногда услышишь ужас вчера сидим в ресторане у гали мой с день рождения ну и беседуем между сестрами и я говорю вы даже представить себя не можете если бы мой муж был бы неверующим мы начали рассуждать вот если бы наши мужики были бы неверующими и как нас тут понесло и я говорю да мой был бы вот такой вот такой вот такой а мне вот женя тишкина говорит да нет твой бы не был такой я говорю ну вот увидишь представь сказала вот так сижу и думаю я что совсем вообще язык какая гадина написано из преисподней воспален он подпитывается я такая сразу хоп в машину села я говорю слушай меня дьявол я разрушаю эти слова не имеют они власти я отрекаюсь отказываюсь забираю назад я короче все что можно было сказать сказала вот представьте а сколько мы таких вещей говорим запомни ты земля и вода твои дети земля и вода такие опыты вот ролик есть если тебе интересно в интернете набери ставят воду два стакана одна вода они наливают одинаковую воду с одной водой начинают разговаривать ты хорошая ты чистая ты там благословенная с другой другой начинают проклинать та загнивает вода это кристально чистая вы думаете откуда у православных святая вода наговорить молитвы на воду она будет чистой ты можешь дома делать банками производить харизматичную воду помазаную это реалия жизни это не приколы это так и есть я помню как один брат он говорит у меня веры не было поверить в исцеление а мы такие были в начале очень харизматичные нам нельзя было врачи для нас были это бесы к врачам мы не ходили и он говорит а у него печенка дико болела знаете приступы вот печенка болит и он говорит у меня веры не хватало я вот так вот брал стакан воды и говорил господь вот пусть это будет для меня как таблетка он говорит я прям вот молился и говорил господь пусть вот она принесет мне исцеление эта вода выпивал и помогала вот что это такое мы состоим с вами из земли и из воды и вы знаете бог все творил и сказал бог да будет свет и стал свет и поэтому сегодня ты можешь начать пророчествовать свою судьбу сегодня ты можешь начать говорить и утверждать что-то в своей жизни вы знаете вы конечно же мне можете не верить мама моя у нее значит давление вдруг ну это нормально она всю жизнь не болела мы не знали такое чтоб мама болела для нас это вообще непонятно и тут вдруг ну человек все равно стресс переживает определенные вещи там жизненные ситуации и давление поднялось и она приходит к врачу и знаете что и врач говорит Татьяна Петровна подходите к зеркалу и говорите сама себе я хорошая у меня все получится она говорит я стою и думаю так я же слышала об этом уже сколько лет врач я говорю не услышишь проповедника камни будут с тобой разговаривать Бог через ослов начнет тебе говорить кого-нибудь высвободит но обязательно ты это однажды услышишь и мы сегодня имеем такой потенциал такую силу внутри себя и мы ее не используем вы знаете что такое молитва если бы вы поизучали такие культуры как вот допустим там люди медитируют что они делают есть медитация связанная с оккультными вещами люди выходят в астральный мир и все такое это страшно на самом деле вещи есть люди бизнесмены элита они чем занимаются они в церковь не ходят Бога не знают им надо как-то себе подпитку иметь они знают человеческий свой ресурс они садятся в комнате и начинают провозглашать что-то хорошее в свою жизнь и добиваются больших высот а мы христиане имеем Духа Святого входим в духовный мир не как воры и разбойники а как законные дети и мы сегодня игнорируем этих принципов мы говорим а зачем я это буду делать и начинаем так себя проклинать что потом начинаем освобождаться бегать по экзорцистам и все такое я тебе скажу тебе экзорцисты не нужны будут если ты начнешь что-то доброе говорить своей земле и воде ты увидишь как земля будет меняться она была безвидна и пуста еще раз приведу пример моя дочка пошла в садик помню еще первый раз когда мы ее отдали там в три с чем-то или в четыре года мы ее первый раз отдали в садик был христианский садик в другой церкви Маша еще наша не делала садик и я помню ее отвезла а там была девочка которая разрушала ее такая отвязанная знаете и она какие-то ей негативные слова Вика моя не привыкла знаете дети в церкви они же привыкли что их любят и тут она наткнулась на реалию жизни и мне воспитательница звонит и говорит Евгения Валерьевна мы вообще не знаем что делать с вашей Викой мы ее не узнаем она сидит в углу целый день ни с кем не общается это вообще на моего ребенка не похоже и я так ну испугалась я думаю что случилось я увидела как вот эта девчонка ее гнобит что-то вот в этом платье пришла что-то вот это знаешь как бы начала ее унижать и у меня мудрость такая пришла что земля она безвидна и пуста до тех пор пока кто-то не начнет что-то говорить и я Алексею сказала говорю Алексей ты как как бог сегодня в ее жизни потому что отцы это формируют отношения у ребятишек ко власти а бог это власть это самая главная власть и я говорю начинай говорить ей комплименты я тебе буду напоминать а ты комплименты и вот допустим я ее в пятницу забрала и вот пятницу вечер субботу день и воскресенье он несколько раз говорил ей какие-то вещи я ему там подмигиваю он такой Вика ты первая женщина которой я восхищаюсь ты звезда но он умеет ты сахар в моем кофе ты воздух благодаря которому я дышу и там и все такое и она стоит слушает это все и представьте буквально прошло два дня она пришла в садик и мне учительница звонит и говорит расскажите пожалуйста что вы с ней сделали это другой ребенок ты земля и вода кто сегодня говорит в твою судьбу что сегодня ты сам говоришь в свою судьбу что сегодня происходит с твоими детьми вспомни что ты говоришь и поэтому как важно если даже ты наговорил у нас есть власть вы знаете у нас привилегия у верующих людей даже если мы дров наломали у нас есть власть вернуться в прошлое и исцелить его представьте ни у кого больше такой власти нет у нас у рожденных свыше людей потому что бог он альфа и омега начало и конец он может пойти в твое начало и исцелить твою судьбу амэн библия сегодня кричит к нашему сознанию это первое коринфянам 14 глава 39 стих и так братья ревнуйте о том чтобы пророчествовать но не запрещайте говорить языками павел пришел в одну церковь и говорит он увидел что там люди ищут дары и это замечательно сегодня многие из нас ищут дары кто-то мечтает быть там я не знаю там апостолом кто-то мечтает быть пастором кто-то мечтает быть там евангелистом кто-то мечтает двигаться в дарах слово мудрости слово знания да различные дары есть и знаете павел мудрую вещь сказал он говорит ревнуйте больше всего чтобы пророчествовать потому что если в твоих устах будет слово божье если в твоих устах будет позитив если в твоих устах будет пророческое слово на чью-то судьбу, то все остальные дары, они приложатся автоматически. Потому что сколько сегодня служителей, которые у них есть дары. У него, допустим, есть дар мудрости. Или, знаете, как... Или дар слова знания. Или дар проповедовать. Вот здесь люди классно проповедуют. Он выходит и кому-то с микрофоном родился. Выдает, так интересно, так все. А по жизни человек, общаться с ним невозможно. Или по жизни человек может кому-то зло причинять. Почему? Потому что мы созданы для того, чтобы созидать друг друга, а не разрушать. И сегодня мы нацелены больше на внешнее, чем на внутреннее. И мы как бы нацелены на внешние дары. Есть люди, которые прекрасно высвобождают помазания, поют там, Бог приходит. А в жизни они несут негатив. И у людей несостыковка. Почему? Почему так? Потому что именно пророческий дар, он позволяет нам быть людьми письмом Христовым. мы способны через пророческие дары, мы способны проповедовать сегодня Иисуса Христа в своей плоти. Я помню, сколько раз мне люди очень часто говорят, Жень, вот с тобой поговоришь и жить хочется. Говорят ли сегодня это тебе? Если тебе это говорят, значит, ты пророк последнего времени. Ты человек, который сегодня достаешь людей из пепла. Ты человек, который сегодня созидаешь, а не разрушаешь. И поэтому так обидно, что мы сегодня недооцениваем этой силы, этого потенциала внутри себя. Это огромный потенциал. Вот просто эксперимент произведи, два стакана дома поставь, неделю с одним разговаривай, с другим. Вот я вот приду, поставлю. Вот правда. Но я точно знаю, когда я начинаю что-то доброе говорить в чью-то судьбу или в свою судьбу. Вы знаете, очень часто я захожу в тупик. Очень часто мне, может быть, не хочется что-то делать. Я научилась говорить сама себе. Я не жду, что мне кто-то что-то скажет. Я сама себе научилась говорить. Я научилась быть пророком для самой себя. И если я вдруг слышу, что я что-то ляпнула, знаете, язык это, мы дальше поговорим, неукротимое зло. Человек, который укротил это зло, он совершен. Совершен. Представьте? Совершенство приходит, когда ты вот это укращаешь. И поэтому ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Мы сегодня ревнуем о том, чтобы на языках говорить. Это замечательно. Но лучше всего научиться говорить на русском языке и хорошие слова. Амэн? Мы все мечтаем на языках поговорить, да так красиво, да так смачно, знаете. Давайте научимся так же красиво говорить на русском языке, чтобы слушающий получал благодать для своих ушей. Мы в конце помолимся, знаете, очень много слов, сказанных в твой адрес, которые сегодня звучат в твоем сознании. И они не дают тебе двинуться вперед, просто потому, что это было сказано в твой адрес. Слова не имеют власть, слова не имеют силу, это не безобидно. Как вы думаете, как колдуны колдуют? Это нам в сказках показано, бабка над чаном, лягушек варит. Я по телевизору увидела, я вообще обалдела. Вот если честно, я была в шоке. Я даже не смогла это смотреть, такая атмосфера демоническая, что ты чувствуешь, если ты рожден от духа, ты понимаешь, где добро, где зло, да? И вот это время было, когда экстрасенсов там пиарили по телевизору, и одну тетку, представьте, на кладбище, по второму каналу или по какому, такое показывают. Потому что христиане однажды не очухали, что это вообще-то Бог откровения дал людям о телевизоре. И значит, по второму каналу такая история. Девушка такая, черная, такая симпатичная, ухоженная, в черном таких нарядах, такая вся, в серьгах, в кольцах, ну вот как эти ведьмы. У них даже атрибутика какая-то одна и та же. И такая идет, и что-то говорит, я так думаю, что она там говорит? Смотрю, она по могилам, ходит по кладбищу, и она говорит, и сейчас я буду колдовать. Она прям так и говорит. И говорит, я сейчас буду пускать по ветру свои слова. И они будут иметь силу. Вы можете себе представить? Просто приходят на кладбище и пускают по ветру слова. Проклинают город, сеят разводы, насилие, там кто на что гораст. Какие-то инфекции, которые вылечить не могут. Мы сегодня, христиане, имеем сильнейшую силу. И когда кто-то говорил, что, не знаю, насколько это правда, но мне хочется верить, что это так, потому что я вижу, как это реально действует сегодня в физическом мире. в Благовещенске покаялась там какая-то, пришла там на какое-то время, таким людям очень сложно покаяться, на какое-то время пришла или реально практикующая ведьма, которая в астрале там гуляет, ходит, всякие вот эти вещи делает. И она говорит, когда я молюсь, ну они там молятся своему Богу, и говорит, мы приходим атаковать церкви, ну атаковать церкви, атаковать семьи, атаковать какие-то вещи, то есть это все делается в духовном мире, со знаком минус, астрал. И говорит, когда церковь молится, вот такая сильная церковь, нас откидывает. И это очень опасно в астральном мире, почему какая-то нить может порваться. Люди, когда выходят в астральный мир, там есть нить, которая соединяет их с телом. И она рвется, и можно не вернуться в свое тело. И вот сколько колдунов ты сегодня можешь уничтожить в своей жизни, если научишься молиться. А почему твоя молитва станет сильной, когда ты начнешь понимать, что твоя молитва эффективна и могущественна, что это не просто какая-то религиозная бравада, которую мы тут придумали и делаем. И потом, когда люди говорят, что вы тут орете? Если бы ты понял и вкусил этот вкус и понял бы благодать этой молитвы, тебя бы никто бы не заткнул. Амэн? И поэтому на сегодняшний день я вот все анализирую. Смотрите, Анселм Мадабука приезжает к нам и каждый раз он о чем проповедует? О молитве и о жертве и о святости. Это три сферы. И представьте, каждый раз он актуален. А знаете, почему он актуален? А потому что именно вот эти три вещи мы не делаем. Не жертвуем, не молимся и не живем в святой жизни. Каждый раз эти сферы у нас хромают. Нас немножко хватает, как бы, а потом обязательно какая-нибудь сфера хромает. То молиться перестал, то жертвовать перестал, то какие-то грехи допустил. Мелочные, которые особенно ни на что не влияют. И каждый раз он актуален. Почему? Потому что это величайшая сила. Аминь. И поэтому моя сегодня задача, дорогие мои, мы должны где-то отрезвиться, понять, что именно в твоих устах твоя судьба. судьба твоих близких людей, судьба твоих детей, судьба твоего мужа, твоей жены. Судьба. Потому что рядом с тобой земля и вода, которую ты либо благословляешь, либо проклинаешь. Аллалюя. И давайте еще запишите себе это важные такие местописания, чтобы ты опирался на них. Псалом 81.6 «Я сказал», говорит Господь, «Вы Боги и Сыны Всевышнего все вы». Боги. Мы не претендуем сегодня на большую букву, но ты сегодня рожден от Бога, а не от обезьяны, и не труд тебя сделал человеком. И поэтому это серьезная сила. ты сегодня имеешь власть так же говорить, да будет свет, я устал жить во тьме, да будет жизнь, да будет процветание, да будет успех. Когда ты сидишь в депрессии уже три недели, подойди к зеркалу и скажи, да будет радость, хватит сидеть в депрессии, сам себе это скажи. и ты увидишь, как начнутся перемены. Я помню, как у меня Миша очень много болел. И, знаете, измотал меня вот уже в этих болезнях, вот эти вот бронхи. И я помню, как ты настолько привыкаешь жить в этой болезни, и ты только о ней говоришь. И я себя так со стороны услышала, думаю, вот это да, я уже все лекарства знаю. Я местописание так не знаю, как лекарства выучила. Я не против лекарств, я уважаю врачей, уважаю лекарства, новые технологии, все уважаю. Ну просто мы же верующие люди. И чуть что, вот чуть что, у него своя сопелька потекла, заболел. Ни одного позитивного слова. Заболел. Все, заболел, заболел. И вы знаете, что я потом заметила, я вообще заметила это, это прям действительно так. Отдаешь детей к бабушке здоровых, забираешь больных. У вас кого-то было такое? Да? Ты что, они у тебя больные? Они больные, я их тем напоила, вот этим напоила, напоила вот этим, вот этим и вот этим. Они у тебя больные. Да, они у меня больные. И я однажды услышала себя, и я приняла решение, думаю, ну, а если попробовать в течение дня, вот хочется сказать даже, вот ты видишь, реально человек болен, да? Ну, что тебе стоит как бы на зло говорить? Хочется сказать, ой, ты болеешь, хочешь сказать, ой, какое ты здоровое, а? Да ты благословенный, да ты исцеленный, да у тебя каждая клетка восстановится, да надо тебя в космос можно отправлять. Да? Ну, что тебе стоит? А как тяжело! Ну, скажи, тяжело. Такая мелочь, а я скажу тебе, из этих мелочей все и состоит. Амин. И дьявол ненавидит это, когда мы начинаем это использовать, потому что это истина. Если женщина, девушка, которая не может выйти замуж, начнет провозглашать, или парень, который не может жениться, не находится ему той невесты, если ты начнешь провозглашать сам себе, под нос бубнить, ходить, брат мой, он про эту тачку уже уже знает, мне кажется, в Риге даже. И я уже сама верю. Уже прямо жду с нетерпением. Почему? Человек во что верит, то и говорит. И многие люди говорят, в семье так все плохо, все плохо. Я ни разу не услышала от человека, кто бы хотел что-то изменить. Он постоянно говорит, у меня все плохо, все плохо, все плохо. Я говорю, ты начни говорить, у тебя все хорошо. Пророчество, что-то доброе говорить. Ну, как я буду говорить, у меня же все плохо? Да просто на зло, плохому, начинай говорить. Вот этот пример удивительный, когда, помните, в Ветхом Завете женщина не могла иметь детей, построила горницу, пророку, и пророк пришел, когда к ней говорит, чего тебе надо, женщина, там, связи или что-то еще, а слуга говорит, ребенка у нее нет. И он говорит, у тебя будет ребенок в следующем году. Ну, и она там посмеялась над этим, ну и все. И правда, у нее в следующий год ребенок не могла, была бесплодная, забеременела, стала, родила. И что происходит? Ребенок подрос, пришел к маме, говорит, мама голова, а, к папе пришел, папа голова болит, папа как нормальный, папа отправил его к маме, сказал, иди к маме. Он пришел к маме, сел на колени, говорит, голова болит и умер. Что делает эта женщина? Она знает силу слов. Когда пророк ей говорил, у тебя будет ребенок, она посмеялась над этим. Она сказала, не смеши меня, пророк, ну, типа, не, там, как-то она сказала, типа, не издевайся надо мной. Не поверила, но у нее стало. И вы знаете, это слово пришло, чтобы убить то, что ей дал Бог. И что она делает? Она не истерила, не орала, она положила, укрыла его, типа, спит. И пошла к пророку. А пророк посылает, ну, он видит, где-то, видимо, пророк высоко на горе жил, она как бы под горой идет. И он посылает своего слугу, сбегая, узнай, что ей надо. Идет. И слуга подбегает и говорит, что надо-то? Зачем идешь? Как сын у тебя? Она говорит, сын, хорошо. Все замечаешь. Видите, мертвый лежит. Она знает силу слов. Она поняла, откуда это? Давайте у тебя спрашивают, у тебя ребенок умер? И тебе говорят, ну, как сын? Знаешь, что такое? У тебя брак умер, а у тебя спрашивают, ну, как? Прекрасно. Ты даже представиться не можешь. Бог творит такие чудеса в нашей жизни. И представьте, он посылает ей пророка, ну, этого, Геезия, Геезия, кажется, там был. Говорит, ну, что, как сын твой? Замечательно, сын мой, все хорошо. И идет к пророку дальше. И только, когда пророка увидела, она сказала, пойдем, ты должен его воскресить. Вы понимаете? А кто такой пророк? Пророк, тот, кто приносит Слово. Пророк испокон веков, это был человек, который приносит Слово. Ты сегодня пророк для своей земли. Ты сегодня тот человек, который будет созидать, а не разрушать. Я еду однажды на машине, и меня подрезал мужик. И я, а я разговаривала по телефону с сестрой с одной. Я говорю, вот к мужике. Куда делись джентльмены? Я так помазанно, как-то так высказалась, без матерков, но по-христиански, так по-хорошему. И вы знаете, Дух Святой меня тут же обличил. Он сказал, слушай, ты сегодня человек, не просто человек, тебе открыты знания. Ты зачем проклинаешь и так проклятых мужиков? Представьте? И я тут же, это все разговариваю по телефону, говорю, слушай, что мы их будем проклинать? Благословенные мужчины, Бог поднимет армию, произойдет что-то такое сильное, переворот в сердцах мужчин, они начнут открываться перед Богом, искать его. Бог поднимет армию джентльменов, сильных, смелых, помазанных и добрых мужчин. И начала пророчествовать такие вещи. Думаю, ну если не я, человек с откровением, то кто вообще это может сделать? Кто на это способен, если не мы? И мы думаем, что это кто-то будет делать, это никто не сделает, если ты и я, мы не будем этого делать. И я увидела, как небо реагирует на такие молитвы, очень сильно. Бог хочет слышать нас, дорогие мои христиане. Он хочет слышать нас, Он уже устал слышать наши, наш словесный понос. Извините за выражение. Ему хочется слышать от нас слова пророческие. Амин. И давайте еще, Иакова 3,6. Все про язык. 3,6. О, классная картинка. Язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, чтобы осквернять все тело, воспалять круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены. Язык, он может воспалять круг жизни. Представьте. Вот, вот нас Библия учит. Мудрейшая книга всех книг. Круг жизни. Атмосферу в твоей жизни. Он все может воспалить, потому что сам воспаляем от гиены. А мы рождены свыше. Я еще раз повторюсь, может быть, кто был в четверг на служении, я говорила. Представьте, приходит женщина ко мне, просто вот недавно, такой яркий случай, она говорит, я просто уродую своего сына, я его оскорбляю, избиваю, он в подростковом возрасте. Сажусь в комнату и рыдаю, я ничего с собой поделать не могу. Это говорит человек, который не имеет рождения свыше. Нету того, кто бы смог бы ей пообуздать эти уста. И она знает, что она уничтожает его, но ничего с этим поделать не может. Она воспаляет свой круг жизни. И сегодня, я убеждена, сегодня я смотрю на свою жизнь. Иногда меня так выведут собственные дети. Так мы-то имеем рождение свыше. Мы имеем эту благодать от Бога. И нам, дорогие мои, надо очнуться и начать ей пользоваться. Аминь. Это неправильно, то, что мы сегодня проклинаем все то, что Бог хочет созидать в твоей моей жизни. И давайте еще откроем место. Иеремия 1.5. Женечка, можешь идти за клавиш. И здесь написано. Вы знаете, я вообще имею обетование на свою жизнь вот из этих стихов. Я однажды говорила, говорила, Бог, кто я, кто я во Христе Иисусе? И Бог показал мне. И я приняла это. У меня было много атак на это слово. Я думала, может, это я выдумала себе, знаете как. А вот, а мне плевать. Даже если я это выдумала, я вижу, как это уже работает. Просто потому, что я это провозглашаю. И я помню, как классно Жанна Панова говорила, не можешь выбросить у Бога обетование, ничего там на тебя не выпрыгивает. Первое попавшееся, которое понравилось, бери и делай его своим. Начни пророчествовать, и ты увидишь, что это станет в твоей жизни. А мы ходим иногда, вот Господь меня открывает, да Он все для тебя дал, Он для тебя Библию дал. Вот любое, бери, и это будет твое. Начинай только пророчествовать. И здесь написано, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. И вот, и дальше два стих, девятый стих. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. то есть Бог тебя и меня избирает для того, чтобы ты стал пророком лично для своей жизни и для тех людей, на которых ты сегодня влияешь. И сегодня, когда ты сам чувствуешь внутри себя, что у тебя нету этого потенциала, гнилой язык, проси, давайте будем просить Бога сегодня, чтобы Бог прикоснулся к нашим устам. Каждый раз, проси, я каждый раз, когда, знаете, я оторвусь, особенно на детях своих, я каждый раз понимаю, говорю, Бог, исцели мои уста, это ненормально. Это ненормально, что мы понимаем эти вещи и продолжаем это делать и ничего с этого не хотим менять. Нам необходимо понять, что судьба наша в наших устах, и какие бы великие откровения ты не получил для своей жизни, если ты ими не пользуешься и их не провозглашаешь, они не сбудутся. Иисус, когда пришел, Он открыл Библию, Тору, еврейскую, и начал говорить, Дух Господень на мне, Он помазал меня. И вы знаете, почему все общество Израилева содрогнулось? Потому что они услышали, что за этими словами стоит что-то. Это были не просто слова, это были слова, которые были подбитаны с неба. Я думаю, прежде чем выйти на кафедру и заявить об этом, Иисус в тайной комнате своей неоднократно это провозглашал в свою судьбу. Потому что Он был Бог, но Он был и человек. И поэтому сегодня что Ты говоришь в свою судьбу? Что Ты говоришь в судьбу своих близких? Что Ты говоришь в судьбу Твоего города? Я посмотрю сегодня на наших мужчин, как им они оскорбляют людей, которые ездят на машине рядом. А мы те, кто созданы благословлять, а не проклинать. А многие мужики даже говорят, ну типа, ну типа это прикол какой-то, это не прикол. Дьявол берет эти слова и он их использует против народа, которого Ты должен был благословлять. Вы знаете, я понимаю силу слов, и вот даже если я там где-то на дороге неправильно поступила, и я слышу в свой адрес пи-пи-пи-пи-пи, хоть окна закрыты, да, но ты видишь, как помазанно мужик на тебя орет. И я понимаю, что я заслужила этого, потому что я лезу не туда, нарушаю какие-то правила. И я никогда не проезжаю просто так. Я говорю, Господи, помилуй меня, пожалуйста. Я отменяю все те приговоры, которые он сказал в мою жизнь, потому что заслуженные вещи сбываются. Мы недооцениваем эту силу, и мы живем сегодня по жизни, и дьявол долбит нас. Мы спотыкаемся на собственных словах. И если мы примем решение просто контролировать свой язык, первое время тебе будет сложно, тебе будет казаться, ты сходишь с ума. А потом это станет твоей реальной практикой. Ты будешь человеком, который будет пророком для этого народа. Может быть, ты будешь маленьким пророком для маленькой семьи, но я скажу тебе, семья будет так благодарна, что сегодня ты способен созидать, а не разрушать. Аминь. Аминь.